Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к филиппийцам Первверхонова апостола Павла. Сегодня мы будем читать и делать обзор третьей главы этого послания. Апостол Павел в третьей главе предостерегает филиппийцев против иудействующих учителей, которые, в общем-то, будучи христианами, продолжали держаться принципов иудаизма, хотя на соборе в Иерусалиме было принято, что уверовавшие из язычников они не должны ничего такого наблюдать в своей жизни. Им достаточно воздерживаться от блуда, удавленины и крови. Об этом с первого по третий стих. Далее он предлагает самого себя в качестве примера для подражания, научая нас тому, что хорош тот учитель, который не только учит, но и являет пример. Он перечисляет свои преимущества, как иудея, от каковых он отказался. «Ради преимущества во Христе». Это с четвертого по восьмой. Далее описывает то, что он избрал с девятого по шестнадцатый. И с семнадцатого по двадцать первый в заключение призывает их остерегаться нечестивых и следовать его примеру. И первый подраздел апостол Павел предостерегает филиппийцев против иудействующих учителей и наставников. Мы читаем с первого по третий стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно». О чем это? Он говорит о том, что ему не тягостно повторять те темы, которые он уже рассматривал ранее. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Отцы, братья и сестры, я надеюсь, что когда вы слушаете лекции библейского портала «Экзегет», текст Библии перед вами, которые мы изучаем, без этого вам будет достаточно трудно. Итак, опять прочитаем первый стих. И второй. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». И теперь второй стих. И третий. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться на плоть». Итак, что здесь поражает и даже удивляет, говоря об иудействующих, в общем-то, о христианах-евреях, Павел совершенно неожиданно называет их псами. Это не случайное слово. Дело в том, что иудеи называли всех неевреев, не иудеев псами, гаим, псы. И даже Христос говорит, когда хананьянка просила помощи, плохо взять хлеб у детей и бросить псам, но хананьянка смирилась и сказала, «Да, но и псы едят крохи, которые падают со стол их господ». Здесь он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Речь идет не о его отношении к еврейскому народу, он любит еврейский народ. Более того, в одном из посланий он говорит, что готов отречься от Христа, находиться в аду, только бы знать, что его соплеменники пошли путем спасения ко Христу. Он видит серьезное расхождение между проповедью закона и то, что проповедует он. Закон – это проповедь благодати. Как и сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Поэтому резкий тон в данном случае, он даже как бы оправдан в том смысле, что он говорит о том, что у него буквально наболело. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. На самом деле синодальный перевод сглаживает некоторые моменты. Здесь можно прочитать, берегитесь этих кастратов, хотя он понимает, что это не кастрация, а обрезание. Но он говорит очень резко. Этих членовредителей берегитесь. Потому что обрезание – мы, служащие Богу, Духом и хваляющиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Причем это обрезание. Как некоторые сейчас говорят, должна быть обязательно борода. Если нет бороды, ты не войдешь в рай. А в Библии сказано, что плот и кровь не наследуют жизнь вечно. Да, хорошо бы иметь бороду. Я всегда мечтал иметь хорошую бороду. Именно для этого иногда постригаюсь и даже бреюсь, чтобы она гуще становилась. Обрезание – это то, что прекратилось в понимании Павла. Ведь в послании к Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих, он пишет, «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним, то есть со Христом, в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога». То есть в нашем случае крещение заменяет обрезание. Но крещение – это таинство, обрезание – это только знак, который указывал на что-то. Профессор Десницкий пишет, «Обрезание» – здесь имеется в виду внешнее действие, которое не имеет теперь никакого духовного значения. Чтобы подчеркнуть его бессмысленность, Павел использует игру слов, буквально увечья, расчленения, разрезания, кастрация, как я уже сказал, буквально обрезание, как некий обряд, то есть не таинство, не действие. Павел призывает остерегаться, пишет профессор далее, тех иудео-христиан, которые требовали от язычников не только веры во Христа, но и обрезания. Или же иудеев, которые пытались склонить филиппийских христиан к принятию иудаизма. Возможно, такой вариант, что речь идет здесь не об иудео-христианах, а об иудеях, которые поняли, что, наверное, легче склонить христиан из язычников в иудаизм, чем просто язычников. Псами, пишет профессор, иудеи часто называли язычников, считая их нечистыми и сторонясь, но Павел здесь называет так самих иудействующих, злыми делателями, апостол зовет тех, кто говорит о спасении через дела, предписанной законом Моисея, злом Павел считает не сами дела закона, но уверенность в том, что от них зависит спасение. Совершенно очевидно, что никаких дел нам не хватит, чтобы наследовать жизнь вечную. Я часто достаточно привожу этот пример. Обратите внимание на то, с чего начинается добротолюбие. Там сказано в поучениях Антония Великого, насколько я помню, что нельзя ценою временной жизни заработать жизнь вечную. Ценою жизни на земле заработать, приобрести жизнь на небесах. Ценою тленной жизни заработать жизнь нетленную. И это несоизмеримые вещи. Временная и вечная, тленная и нетленная, земля и небо. И далее идет подраздел, где апостол Павел предлагает себя самого в качестве примера для подражания, перечисляет свои преимущества, как иудея, но он от этих преимуществ отказался. С 4 по 8 стих. И мы читаем. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, он же был гонителем, по правде законной, непорочной, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, то есть чем-то пустым, бессмысленным, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, то есть за мусор, чтобы приобрести Христа. Вот скажите, мог бы апостол Павел так говорить о Христе, если бы Христос не был Богом? Конечно, нет. Но он так говорит, потому что Христос для Него истинный Бог и истинный человек. Далее он описывает то, что он избрал, это с 9 по 16 стих. Давайте прочитаем вместе с 8 стихом. «Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него, то есть для Христа, я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтися в Нем, то есть во Христе, это уже 9 стих, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Почему здесь он в окончании говорит о праведности от Бога по вере, то есть источник праведности сам Христос? Но почему он добавляет праведностью, что он соединяется с праведностью от Бога по вере, потому что Бог Отец посылает в этот мир Сына Своего. Золотой стих Библии, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». И блаженный Августин, толкуя 9 стих, пишет, что значит, что означает найтися в Нем, то есть во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, ведь закон был не Павла законом, но Бога. Он мог назвать это своей праведностью не иначе, как потому, что, хотя она исходила из закона, он полагал возможным исполнить закон своей волею. Так в этом и есть ошибка, что невозможно исполнить закон только своей волею без помощи благодати, приходящей через веру во Христа. Это из трактата Блаженного Августина о благодати и свободной воле. Далее, 10 стиха и ниже. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его». То есть мы в каждом моменте жизни Христа познаем высшую правду Божию. Нас обогащает чудо Его воскресения. Рассуждение о Его страданиях и о самой Его смерти. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых, говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». А нечто подобное говорил Амбросий Медиаланский. «Не пытайся найти Бога, пока Он сам тебя не найдет». «Но стремлюсь, не достигну ли я, пишет Павел, как достиг меня Христос Иисус». То есть Бог со своей стороны сделал все для моего спасения, а что я могу сделать со своей стороны? И архиепископ Аверки Таушев пишет истолковый 12 стих «Впрочем, смиренный апостол отнюдь не считает себя достигшим полного совершенства, но только стремящимся к нему. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» А как нас достиг Христос Иисус? Бог стал человеком, а для чего? Чтобы человек стал Богом. Вот смысл этих слов. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? И далее, братья, я не почитаю себя достигшим. Пусть эти слова услышат неопротестанты, которые кричат, что они спасены, что они достигли уже всего. Павел поспорил бы с ними. 13 стих «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, то есть ухожу от прежней греховной жизни, насколько у меня это получается». 14 стих «Стремлюся к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе стремлюсь». То есть еще в процессе. 15-16 стих «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить?» Здесь немножко непонятно. Он говорит «Я не достиг, я только стремлюсь». А потом говорит «Итак, кто из нас совершен, так получается по словам Павла никто не совершен, никто не достиг. Совершенство есть от веры Иисуса Христа, который возникает в нашей жизни через то, что Христос достиг нас сам. А теперь нам надо стремиться к Нему, на небеса. Итак, кто из нас совершен, то есть тот, кто получил правильную веру, так должен мыслить, если же вы о чем иначе мыслите, между христианами всегда были какие-то разномыслия, несогласия, телогуменные, частное богословское мнение, и здесь апостол Павел находит решение. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Главное, оставайтесь в церкви». 16 стих «Впрочем, до чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить». То есть человек получает какую-то информацию, он должен ее как бы переварить и реализовать в некие действия, а потом он получит нечто другое и будет возрастать в вере и в благодати. И в заключение этой главы Павел призывает их, филиппийцев, остерегаться нечестивых и следовать его примеру. Это 17 по 21 стих «Подражайте братья мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Ничего гордого нет в его словах, когда он говорит «Подражайте братья мне», то есть считайте себя недостигшими, считайте себя с теми, которые только приближаются к истине, в этом подражайте мне, а не в том смысле, что он считает себя достигшим. Мы уже выяснили, что он себя не считает достигшим. 18 стих требует объяснения, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. А почему они враги? Именно креста Христова. А если спасение по закону, то тогда Христос не нужен. И тогда его смерть напрасна. Смерть на кресте. И те, которые надеются, что они спасутся, потому что борода есть там какая-то огромная, что у них свечи только восковые, это маниловщина. Маниловщина. Все мы спасаемся только силой крови Иисуса Христа, Господа нашего. А теперь даже со слезами говорю, он говорит об этих людях, которые смущают христиан, что они поступают как враги креста Христова, они не видят, что спасение не в обрядовых каких-то действиях Христос источник спасения, он спаситель. Далее, их конец погибель, но не потому, что он желает им погибели, потому что они отказались от Христа, а без Христа спастись нельзя. Помните, Христос сказал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И Бог Отец послал Сына Своего, который умер, на кресте за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. То есть нельзя связывать мысли о спасении только с земными какими-то действиями. Далее 20 и 21 стих. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Сказав о том, что враги креста они мыслят о земном, он восклицает наше жительство, то есть о наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Внимание, 21 стих, это очень важный стих. Я прочитаю вместе с 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, то есть Христа, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Оказывается, когда Христос преобразился на горе Фавор, Он показал ту славу, которая ожидает всех верующих в Него. И посмотрите Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, где говорится о преображении. В трех случаях перед событием преображения мы видим наставление Христа, что тот, кто не возьмет креста своего и не пойдет за Ним, не достоин Его, то есть Он позвал нас взять свой крест и идти за Ним. И возникает вопрос, а куда же Он нас позвал? Так вот, на горе преображения Он это показал, который, то есть Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силой, которую Он действует и покоряет Себе все. И смотрите, что пишет преподобный Ефрем Сирин, который, то есть Христос, который в день воскресения нашего преобразит тело уничижения нашего, которое внутри, в преисподней, в могиле становится прахом, ничтожным, и соделает Его наше тело сообразным, телу славы Его, то есть бессмертной жизни, коей облик Он по силе могущества Своего, дабы мог Он подчинить себе все, то есть по могуществу силы Своей, которую явил Он в своем собственном теле, то есть в день преображения. «Ибо как обновлено тело Его, так и обновленные тела всех людей подчинятся Ему». То есть настоящими подданными Его Небесного Царства станут те, которые покорились вере в силу Креста и в силу истинности Святого Евангелия. Итак, досточтимые отцы, братья и сестры, сегодня мы читали и делали обзор третьей главы послания к филиппийцам, первоверховного апостола Павла, это предпоследняя глава, и в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать и делать обзор последней главы этого послания, четвертой главы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем на этом портале, и берегите себя в это тяжелое и сложное время. Продолжение следует...